По всей России в ночь с субботы на воскресенье прошла ежегодная культурная акция «Библия ночь». В Краснодарском крае для жителей в вечернее и ночное время открыли двери более тысячи библиотек, музеев и галерей. Мероприятие посетили 457 тысяч человек. Акция, приуроченная к общероссийскому дню библиотек, прошла и в Славянском районе. Её подробности в нашем репортаже. 12-я ежегодная социально-культурная акция «Библия ночь-2023» прошла во всех библиотеках Славянского района и вызвала большой интерес. Это одно из главных культурных событий. Каждый участник праздника проводит здесь своё свободное время, ещё раз утверждаясь в мысли, что чтение – это великолепная форма проведения досуга. Маленькие гости праздника Славянской межпоселенческой центральной библиотеки посетили уроки под названием «По волнам школьной жизни». Читатели побывали на уроки занимательной математики, на уроки радостного чтения и уроки рисования, где осваивали искусство декоративно-художественной росписи, картонных тарелок разноцветными узорами. «Наши гости посетили урок радостного чтения. Потом студенты наши пришли навстречу с замечательным композитором и талантливым человеком Иваном Магдой. Потом у нас прошла битва талантов. Это наш ежегодный, традиционный, очень понравившийся всем участникам конкурс чтецов». Чтение – вот лучшее учение. Справедливость этой истины подтвердилась в ходе проведения «Библия ночи». Славянские книгачи и сами любят читать, и активно участвуют в увлекательных библиотечных мероприятиях. «Когда человек читает, он фантазирует, у него развивается и мышление, и какие-то такие мыслительные процессы. И человек маленький, когда найдет ту книгу, которая его захватит, от которой невозможно оторваться, он поймет, что есть книги. И книги – это очень здорово, это очень замечательно, это намного интереснее, чем эти гаджеты, телефоны. И он просто потом будет читать в захлеб и не отрываться от этих книг». На переменках юных гостей акции ждал школьный буфет с богатым меню, салатом «Загадка», горячими блюдами, книгами юбиляров года. На десерт был книжный пирог с литературной начинкой из пословиц о книге и чтении. «Приняла участие и не пожалела из-за этого. Мне очень понравилось. Нам там рассказывали про рассказы, читали отрывки из них, ставили оценки, мы играли там. Мы за эти оценки ходили в буфет, и мне очень там понравилось. Я люблю читать, потому что там очень интересно, в разных рассказах другой смысл, и как бы это может пригодиться в жизни». Взрослые участники «Библия ночи» посетили урок творческого труда с мастер-классами от клуба декоративно-прикладного творчества «Славяночка». Игра «Литературная сорти» включила в себя литературные викторины, ребусы и квесты. В музыкальном классе для молодых читателей состоялась встреча с талантливым самодеятельным музыкантом и исполнителем Ивана Магда, который исполнил песни собственного сочинения и поделился секретами личностного роста. После основных уроков в актовом зале импровизированной книжкиной школы прошел конкурс «Чтецов. Битва талантов». Участники представили на суд жюри и зрителей стихотворения и отрывки из любимых произведений о чтении. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».